всем привет с вами Денис и это шестой урок по форме в нем разберем эффект анимирующего чекбокса который сделаем на псевдо элементе b4 и далее при помощи свойства transform зададим для него такую динамику но прежде чем приступить к уроку начнем мы с домашнего задания где нужно отобразить иконки во вкладке авторизация и регистрация открываем файл стилей спускаемся до места где мы описывали предыдущих уроках сами вкладки вот они у нас тут расположены и давайте посмотрим самой структуре на как они выводятся то есть я их сразу отображая и вот у каждой вкладки имеется у нас индивидуальный класс tab и при помощи данного класса можно к ним обратиться оставляю соответствующий комментарий чтобы проще ориентироваться в самом коде и далее каждой вкладке присваиваем псевдо элемент b4 при помощи свойства контент вставляю юникод выбранной иконки и чтобы она у нас отобразилась далее прописываю сам шрифт затем заменим иконку во вкладке регистрация при помощи значения for который у нас стоит в лейбле обращаемся к псевдо элементу во второй вкладке и для него прописываем другой юникод итак иконки отобразили и осталось их оформить придать свой размер небольшие отступы и так далее для этого в основных стилях прописываем для них font-size допустим 24 пикселя делаем небольшой отступ с правой стороны и уберем жирность вот и все что в принципе и нужно было сделать в текущем задании иконки отобразили и теперь можем переходить к оформлению самого чекбокса давайте разберем как реализовать анимированный чекбокс тут суть в том что стандартный чекбокс нам не подойдет и придется от него отказаться и это из-за того что на него не повешаешь стиле то есть никакое визуальное оформление ему не придашь и для этого мы задействуем псевдо элемент который в дальнейшем оформим по подобию чекбокса и далее при помощи трансформации зададим ему некую динамику ну в общем кто не в теме вы сейчас все поймете спускаемся в самый низ и тут где-нибудь оставлю соответствующий комментарий и посмотрим какие размеры занимает блок с данным чекбоксом можно задать отступ кстати немного больше сверху и уменьшим шрифтом где-то до 12 пикселей так теперь далее давайте сделаем активность чекбокса по нажатию на текст снизу так как сейчас у нас он никакой активности не принимает для этого переходим в индексный файл находим блок где формируется данный чекбокс так вот он у нас и тут кстати вот это лишнюю мы информацию дублированную убираем она не нужна и тут прописываем атрибут for при помощи которого мы свяжем лейбл с инпутом по одишнику и так теперь кликая по тексту в лейбле у нас должен активироваться чекбокс и так проверяем не хочет работать обновляем страницу и получили что вкладки у нас верхние съехали но зато чекбокс все работает так почему съехали вкладки вероятно всего из-за того что у нас фиксирована задана ширина самой формы давайте посмотрим самой консоли как она выводится да вот видим что ширина имеет 330 пикселей убираем ее и у нас все нормально отображается давайте ее ширину данную удалим с css стилей чтобы у нас она жестко не задавалась вот удаляем данную строку и спускаемся обратно вниз и так теперь давайте освободим пространство где будем вводить псевдо элемент то есть наш псевдо чекбокс так таковой вот наш лейбл и давайте его сдвинем немного правее для того чтобы в данном месте поместить псевдо элемент обращаемся к лейбл при помощи атрибута for и для начала зададим для него активность курсора по наведению затем зададим внутренний отступ с левой стороны и видим тоже за счет этого стала форма немного шире и если такой бы отступ был бы больше то у нас она бы явно отличалась от форм авторизация чтобы этого не происходило давайте для лейбла добавим фиксированную ширину в 260 пикселей и сделаем его блочным элементом теперь формы нормально отображается они абсолютно идентичны и добавим для лейбла относительное позиционирование что в дальнейшем даст возможность центровать псевдо элемент абсолютно текущему блоку далее создадим сам псевдо чекбокс виде псевдо элемента к лейблу мы добавляем псевдо элемент before и далее его оформляем для этого отбираем лейбл через атрибут for и затем создаем псевдо элемент внутри устанавливаем свойство контент с пустыми кавычками видим что в разметке он у нас появился впереди стоящего контента и далее позиционируем его абсолютно данного родителя затем устанавливаем бордер в два пикселя то есть делаем некий такой бокс у которой будет своя ширина и высота затем задаем координаты его расположения вот мы получили такой виде квадрата бокс который будет являться чекбоксом и давайте для него еще добавим радиус закругления в три пикселя и для плавности анимации transition в 0,2 секунды и так мы визуально оформили псевдо элемент в виде чекбокса и следующая задача связать их между собой то есть по щелчку на основной чекбокс должен активироваться у нас псевдо элемент и то же самое наоборот для этого мы воспользуемся текущим элементом input с параметром checks и за ним уже достанем псевдо элемент который лежит у нас в лейбеле все довольно просто достаем через одишник input и далее уже сестричный селектор за ним который имеет псевдо элемент и временно давайте зададим какую-нибудь заливку чтобы посмотреть как он будет отрабатывать проверяем убедились что все работает он активируется и принципе остается дело за малым нарисовать саму галочку внутри чекбокса и далее уже ее анимировать заливку которую задавали ранее мы удаляем вместо нее создадим угол который в дальнейшем уже будем трансформировать итак при помощи бордер угол нарисовали и теперь при помощи трансформации немного его развернем далее установим для него ширину и также высоту конечном итоге мы получили вот такую галочку которая при активации трансформируется из квадрата давайте немного ее вытянем высоту до 22 пикселей думаю будет достаточно и теперь вот более красиво и это все смотрится далее выравниваем ее положение ну вот и все в принципе получили такой оригинальный чекбокс осталось удалить обводку которая до этого ранее задавали и в завершении остается скрытие оригинальный чекбокс который тут у нас выводится проверяем как все работает так снимаем активацию вот так он у нас разворачивается ну принципе на этом все вот таким образом можно заменять или создавать стандартные веб-элементы которые в дальнейшем легко анимировать и далее с ними как-то работать в следующем уроке разберем прикольную анимацию при наведении на социальные иконки а с вами был Денис автор канала ds tv скоро увидимся анимации